Добрый вечер! На Новый Одессе время новостей в студии Ирина Коробко. Как прожили этот день Украина и Одесса в нашем выпуске. Названа официальная причина масштабного пожара на Углегорской ТЭС в Светлодарске Донецкой области. По информации Оксаны Егоровой, пресс-секретаря ПАО «Центрэнерго», в состав которой входит этот ТЭС, горят угольные склады. В результате пожара были разрушены 4 турбины. Причиной стало возгорание оборудования на втором блоке. В дальнейшем огонь распространился на кровлю здания, а также загорелся уголь. По имеющейся на данный момент информации, во время пожара погиб один человек. 28 получили отравление угарным газом. Всего на ТЭС находилось 400 работников. В настоящий момент работа станции остановлена, все сотрудники эвакуированы. На месте аварии работают 27 подразделений спасателей. Создана рабочая комиссия для ликвидации пожара. Составляются списки людей, которые работали на территории, охваченной огнем. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются. И далее к другим темам. От 8 до 10 тысяч участников собрал сегодня митинг, который состоялся в Тернополе. В рамках всеукраинской акции протеста «Вставай, Украина!» и провели его три оппозиционные партии «Батьковщина, Удар и Свобода». Участники марша и митинга потребовали отстранить от руководства режим Януковича, сообщает пресс-служба. Колонны участников несли плакаты «Вставай, Украина! Сегодня! Национальная революция! Завтра!» И остановим диктатуру. Мы далее продолжаем акцию «Вставай, Украина!». Не дивлячись на такую жахливую погоду, зимно, холодно, снег, но люди идут, люди приходят. И мы надеемся, что сегодня будет также большая акция, где люди скажут свое слово про то, какую они хотят видеть страну. А они хотят видеть страну без Януковича, они хотят видеть страну в новом формате, они хотят видеть страну, где нет коррупции, они хотят видеть страну, где дают работу, где дают зарплату, где нет пенсионной реформы, которая подвищает пенсионный век. Они хотят видеть настоящую новую украинскую державу. Напомним, в середине марта парламентская оппозиция объявила о проведении всеукраинской акции «Вставай, Украина!», в рамках которой лидеры трех политических сил «Батьковщина, Удар и Свобода» намерены посетить все областные центры страны и провести марши протеста. Финал акции состоится в Киеве 18 мая. Тем временем крымчане обеспокоены другой проблемой. Ялтинцам вскоре предстоит выбирать мэра. До выборов градоначальника осталось два месяца, но в летней столице полуострова уже развернулась жесткая борьба. В городском совете Ялты группа регионалов открыто игнорирует секретаря горсовета Сергея Илыша. В предвыборных перипетиях разбирались наши крымские коллеги и репортаж из Ялты. Чем ближе выборы, тем напряженнее становится борьба за кресло ялтинского градоначальника. Напомню, 14 декабря прошлого года предыдущий мэр Алексей Боярчук сложил свои полномочия. Среди претендентов на пост городского головы звучали фамилии исполняющего обязанности городского головы секретаря горсовета Сергея Илыша и главы Рескомзема Крыма Александра Чабанова. Также возможным кандидатом от регионалов ялтинские СМИ называли вице-мэра Ялты Сергея Карнауха. Крымский премьер Анатолий Могилев на пресс-конференции в Симферополе заверил, это просто слухи, и пообещал определиться с кандидатом ближе к выборам. Однако на последней сессии Ялтинского городского совета 27 марта среди регионалов произошел раскол. Вроде бы согласованные во фракции партии регионов днем ранее вопросы в день голосования были провалены. Как сообщил нам источник, пожелавший остаться неизвестным, группа депутатов от партии регионов решила убрать с предвыборной гонки секретаря городского совета Сергея Илыша и перестала поддерживать его проекты. Таким образом остается только два реальных кандидата от регионалов на пост мэра Ялты. И борьба теперь развернется между председателем Рескомзема Крыма Александром Чабановым и вице-мэром Ялты Сергеем Карнаухом. Александр Чабанов не раз был в центре внимания СМИ. По информации ялтинских газет, возглавив исполнительную власть в Ялте в 2005 году, Чабанов ввел новый вид поборов с инвесторов. За согласование размещения в городской черте коммерческого объекта его будущий владелец должен был перечислить в фонд развития около 600 тысяч долларов. Причем в доходной части бюджета эти средства не учитывались. Также у Александра Чабанова были проблемы с законом. Писаренко, ныне Чабанов, находясь в должности заместителя, секретаря комитета комсомола Первомайского райкома ВЛКСМ города Владивостока был осужден в апреле 1991 года за хищение и мошенничество в особо крупных размерах. По решению Первомайского районного суда Владивостока Александр Писаренко был приговорен к шести годам тюремного заключения с конфискацией имущества и этапирован в исправительную трудовую колонию строгого режима. По информации того же Юрия Кармазина, Чабанов на себя и подставных лиц сумел приобрести два дома, один в Ялте, другой в районе Поляны Сказок, две квартиры, одна в Ялте на улице Дмитриева, другая в курортном поселке Коцевели. Участок земли площадью 60 гектаров в заповедной зоне Ливодийского поселкового совета, участок в Ялте на улице Московской и 8 соток на набережной. У Черноморской телерадиокомпании есть эксклюзивное видео объектов собственности Александра Чабанова. Следует отметить, что он никогда не позиционировал себя бизнесменом. Поэтому возникает вопрос, откуда у государственного чиновника, бывшего сначала депутатом Ялтинского горсовета, затем секретарем горсовета Ялты, позже и у мэра Ялты, а ныне главы лескомзема Крыма, столь солидное имущество в южной крымской столице. На пресс-конференции в Симферополе 26 марта 2013 года Анатолий Могилев пообещал, что прислушается к мнению ялтинцев. И представлять их интересы будет тот человек, которого поддержат простые горожане. Выберут ли они Александра Чабанова, неизвестно. Да и учтет ли на самом деле крымский премьер выбор ялтинцев, тоже вопрос. Алексей Соболев, Андрей Ващук, служба новостей «Волна», Ялта. Вы смотрите новости и далее о том, каким выдался этот день в Одессе. Зарплаты рабочим. Сегодня Одесский профсоюз отставил интересы сотрудников Килийского судоремонтного завода. Рабочим зарплату, буржуям гранату. Из потерпевшего в обменяемого рискует превратиться одесский предприниматель, в которого стреляли. Открытие визового центра Италии в Одессе существенно упростит оформление документов. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. С декабря прошлого года работникам Килийского судоремонтного завода не платят зарплату. Сегодня у здания облпрокуратуры их права отстаивал Одесский профсоюз защита труда. Почему Одесский? Да потому что сами рабочие Килийского судоремонтного приехать не смогли. Слишком далеко и нет денег даже на дорогу. Дарья Светлана Пензова. Рабочим зарплату, буржуям гранату. 200 работников Килийского судоремонтного завода вот уже 4 месяца не получают зарплату. При этом люди продолжают работать. Обращения к руководству предприятия не дали никаких результатов. Сегодня Одесскую прокуратуру пикетировали не сами заводчане, а активисты одного из одесских профсоюзов. Просто потому, что доехать из Килии в Одессу, не имея заработной платы, практически нереально. Обратилась к нам, потому что обратившись к своему профсоюзу, они ничего не решили. И более того, лидер их профсоюза звонил нам сюда в Одессу и просил не проводить пикетирование. Пикет, хоть и немногочисленный, все же провели. Акция дала результат. Возбуждено уголовное дело против директора предприятия по 175 статье Уголовного кодекса, часть 1. И что в ближайшее время директор пообещал выплатить зарплату до 2 апреля. Если директор свое слово не сдержит, профсоюз продолжит отстаивать интересы килийских рабочих. Светлана Пензова, Сергей Самойлов, Новая Одесса. Сначала потерпевший, потом подозреваемый. Подобные случаи сейчас, увы, нередки. Сегодня предприниматель Станислава Ходуна, одного из тех, кто пострадал на днях в результате стрельбы, хотели выписать из больницы, а возле палаты установили дежурство людей в погонах. Подробности знает Дмитрий Долматов. В ноге Станислава следы от огнестрельных ранений. Ходят с трудом, но врачи уже готовы его выписать. Вместе с документом о выписке подоспели и сотрудники милиции, якобы для охраны общественного порядка, хотя в течение двух предыдущих дней их тут не было. По какой причине правоохранители пришли именно сегодня, не знает даже сам потерпевший. Когда меня привезли в день ранения 27-го числа, меня встречал милиционер, то есть его позвали сюда, как бы меня охранять. После чего должен был ему на замену приехать милиция Смолиновского отдела. Никого не прислали. Понятно, что человека своего не убирают с Смолиновского отдела. И когда мне вручают уже бумажку о выписке, они три милиционера тут как тут уже на охране. Адвокат потерпевшего не исключает версии того, что такое стечение обстоятельств не является случайным. Насколько я понимаю, потерпевшего, в принципе, хотят сделать подозреваемого. Ну, известен такой способ защиты, когда подается встречное заявление и пытается перевернуть ситуацию с ног на голову. Это способ защиты. И, как правило, способ защиты преступников. Почему? Потому что лицо, которое не совершало преступления, ему нечего скрывать, абсолютно открыто и открыто дает и как показания, так и объяснения. По словам членов семьи Станислава, они также находятся под давлением. Тестя потерпевшего Виктора Мяснянкина пригласили в суд в качестве свидетеля, а потом сделали обвиняемым. Я отдал показания. После чего я вышел, у меня подошел старший лейтенант, я не помню сейчас фамилии. Он сказал, прошу вас дать объяснение по поводу 22-го числа, когда был на авторынке Куяльник, обыск, что якобы я оказывал сопротивление сотрудникам милиции. Там есть видеосъемка, что я толкал сотрудника милиции. И здесь же мне предъявили о задержании. Сотрудники правоохранительных органов, которые все это время находились рядом с палатой потерпевшего, пытались сделать вид, что находятся не при исполнении, а просто в роли обычных посетителей. Вы находитесь при исполнении? Я в больнице нахожусь, если вы не заметили. Представьтесь. Между тем, задержанных стрелков выпустили на волю под залог в 68 тысяч гривен за каждого. Однако они по-прежнему являются подследственными, и привлечение к ответственности у них еще впереди. Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса. Каким воздухом будут дышать одесситы в теплое время года? И как экологические проблемы скажутся на состоянии нашего здоровья? Эта тема с наступлением весны зазвучала вновь. Минувшим летом и осенью проблема не просто дурных запахов, а самого настоящего отравления была очень острой. Тогда она буквально подняла на ноги сотни одесситов. Широкий общественный резонанс сделал свое дело. Власть услышала горожан и обязала провести техническое переоснащение своих производств. Для контроля за этим процессом даже создали специальную комиссию. Утвердили график природоохранных мероприятий. Но, как стало ясно по итогам заседания, владельцы предприятий не намерены его соблюдать. Комиссия по контролю за выполнением природоохранных мероприятий существует уже больше семи месяцев. Однако за это время воздух чище не стал. Представители нефтегазохимических предприятий сами выбрали для себя график по очистке атмосферы. Сами же его и не выполняют. На заседание сполкома поставили вопрос об изменении графика. Практически все признали, что графики не соблюдаются. И сделать так, чтобы они были вовремя все выполнены, практически нереально. Сегодня обратились все предприятия к мэру с просьбой эти графики сместить. Вопрос вынесен на голосование в общественный совет. В случае его принятия неизвестно. Как долго еще одесситам придется терпеть неприятные запахи? Мне не совсем понятна позиция городской власти, которая должна нам обеспечить чистый воздух атмосферный. Непонятно, почему встал вопрос о несоблюдении графика, если этот график никто предприятиям не навязывал. Для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, одной из одесских нефтекомпаний необходимо к маю установить 51 понтон. После установки 30 процесс остановился. Проблемы в бюджете, поясняют в руководстве. К сожалению, есть такие моменты, о которых я уже сказал. Именно приходная часть бюджета, объем перевалки, которые мы с вами, даже сидя в этом зале, силами научно-технического совета и силами общественных, которые вы представляете, решить, к сожалению, не сможем. Главным аргументом в споре с нефтегазохимическими предприятиями станет система датчиков автоматизированного мониторинга воздуха. После введения такой технологии предприятиям будет трудно доказать свою непричастность к загрязнению окружающей среды. Вот только одесситам от этого дышать легче не станет. Дмитрий Делматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса. И еще об экологии. Пообещали все вернуть на свои места и даже сделать лучше. Соучредитель клуба «Зимний» и строящейся гостиницы «Атлантик» Валерий Твердовский, чей комплекс в начале января этого года нанес городу колоссальный ущерб, уничтожив 8 многолетних деревьев, обязался привезти в сквер надлежащее состояние. В скором времени там должны высадить порядка 80 деревьев, преимущественно ели и берез, а также более 40 кустарников и засеять газон общей площадью 2300 квадратных метров. Установить скамейки, урны и уличное освещение. Все это удовольствие войдется нарушителям в более чем полтора миллиона гривен. При этом вход в сквер обещают оставить свободным. Что касается спиленных деревьев напротив гостиницы «Аркадия», то чиновники заверили, что если в скором времени деревья не начнут распускаться, виновных оштрафуют на 87 тысяч гривен. На этой неделе евреи отмечают Песах – центральный праздник иудейской религии. Несмотря на созвучность названий и частичное совпадение по календарю, этот праздник не является иудейским аналогом христианской Пасхи, а именно так думают многие. В истории праздника разбирался Вадим Шпаченко. «Есть православная Пасха, а есть еврейская. Вот и все». «Пасха христианская, сама Пасха делается из одного вида теста, а еврейская из другого вида теста. А вот в самих обрядах я не знаю, чем она отличается». «Песах – это еврейская Пасха, аналог русской Пасхи, только я не знаю, насчет пасочек пекут они, их нет». Несмотря на расхожее мнение, христианская Пасха и иудейский Песах – два разных праздника. Первый посвящен воскресению Иисуса Христа, а второй – сходу евреев из Египта. При этом евреи не забывают упомянуть о том, что у них к сану святых Иисус и вовсе не относится. Соответственно, отличаются и традиции. Главное условие на Песах – очистить дом от всего квасного. «Название этого праздника от слова «пасах» перепрыгивает, потому что Всевышний обошел стороной еврейские дома, наказывая первенцев Египта. Еврейский народ вышел полностью и так быстро, что даже тесто в печи не успело закваситься, и поэтому мы и кушаем мацу в этот праздник». Празднуется Песах в течение недели, а его центральным событием является Седр – четко регламентированный ритуальный вечер. На Седр евреи вспоминают историю своего народа и пробуют традиционные символичные блюда. Согласно традиции, даже самый бедный еврей в этот вечер должен выпить как минимум 4 чаши вина или виноградного сока. «Всех жителей города Одессы и юга Украины с этим великим праздником, который имеет большое значение для еврейского народа, я желаю, чтобы в действительности в наших домах была только радость, чтобы никогда не было горя и угнетения. И самое важное, чтобы каждому из нас в действительности удалось выйти из своего Египта, который давит на каждого из нас». Поздравляют еврейскую общину Одессы с великим праздником Вадим Шпаченко, Андрей Лысенко и Новая Одесса. Сегодня в Одессе впервые побывал чрезвычайный полномочный посол Италии в Украине Фабрицио Романо. Программа визита была насыщенной. Встреча с главами города и области, руководством Одесского национального университета имени Мечникова, знакомство с работой Центра истории и культуры Италии имени Джузеппо Гарибальди, открытие фото-выставки и посещение концерта в филармонии. Репортаж Дарьи Сидоровской. В Одессе открылся визовый центр Республики Италии. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Италии в Украине Фабрицио Романо. По его словам, центр будет заниматься приемом документов и пересылкой их в консульский отдел посольства Италии, находящийся в Киеве. Срок рассмотрения документов будет приближен к общему режиму шенгенской зоны 10 дням. В марте и апреле, когда желающих приехать в Италию немного, срок оформления может быть сокращен до 3-4 дней. Фабрицио Романо впервые посетил Одессу. В программе визита итальянского дипломата в Южную Пальмиру открытие фото-выставки «Экосистемы» итальянского фотохудожника Луки Браколи в Литературном музее. Это прекрасная выставка, фотографии просто шикарные. Лука Браколи – итальянский фотохудожник, посетивший 130 стран мира. Почти 20 лет жизни мастер посвятил фотографированию природы. От северного сияния до извержения вулканов. От калибри до белых медведей. Его замечательными работами любовались Дарья Сидоровская, Андрей Лысенко и Новая Одесса. Официальную череду праздничных событий предстоящего дня смеха в Одессе открыла фото-выставка «Юмарина-40». На экспозиции представлены 150 раритетных фотографий, собранных из личных коллекций Валерия Хаита, Игоря Кнеллера, Якова Гоппа, Федора Ткача и Татьяны Лептуги, а также работы одесских фотокорреспондентов Олега Владимирского, Олега Куцкого, Леонида Сидорского и покойных Михаила Рыбака и Дмитрия Зюбрицкого. Эти уникальные фото отображают истории создания «Юмарины». Кадры с первого заседания Оргкомитета по подготовке первой «Юмарины». Коллективный снимок Оргкомитета, возрождившего «Юмарину» в 1987 году. Фотографии первого парада, который следовал по улице Морозлиевской, а не по Дерибасовской. Эти раритетные фотографии можно увидеть или в частных коллекциях, или на выставке в Литературном музее. На открытии выставки «Юмарина-40» в Литмузее можно встретить большинство авторов-создателей Одесской «Юмарины». 40 лет Одесской «Юмарине» – это не верится, причем не верится даже мне, человеку, который был одним из тех, кто когда-то это все задумывал и осуществлял. Но сам факт того, что это продолжается так долго, говорит о том, что эта идея была жизнеспособная. Когда-то много лет в Одессу позвонили и спросили, будет ли в Одессе «Юмарина». Ответ был такой, что Одесса смеется круглый год, дайте отдохнуть хотя бы один день. Первая «Юмарина» в Одессе состоялась в 1973 году. Само слово «Юмарина» придумал одессит Олег Сташкевич. Ныне живет в Москве и является литературным редактором Михаила Жванецкого. Автор знаменитого логотипа «Юмарины» – морячок, одессит Аркадий Цикун, ныне проживающий в Израиле. Нравится, да, очень весело, очень интересно. Раритетные фотографии очень интересные, потому что современное состояние «Юмарины» уже видели. Ну, вообще здорово, хорошая атмосфера. Мне очень нравится эта выставка, мне кажется, замечательная идея. Напомнить людям, тем, кто видел, напомнить, кто видел начало «Юмарины». А тем, кто не видел, например, я помню уже современный вариант «Юмарины», для меня это очень интересно, какими люди были тогда, какое у них было представление о юморе, о юмарине, об Одессе. Поэтому очень забавная выставка получилась. За 40 лет существования с 1 апрельской «Юмарины-73» праздник не утратил изначально присущие ему тонкости, изящества, выдумки и веселья, о чем наглядно рассказывают фотоэтюды одесских мастеров. Очень здорово, столько лет прошло, и вот у нас такого нет. То, что это уникальная фотовыставка, в этом нет никакого сомнения. Мало того, эти все фотографии остаются в архиве литературного музея, и если потребуется литературному музею когда-то еще возобновить, если она будет пользоваться спросом и интересом у одесситов и гостей города, они смело могут ее в любое время года выставлять на показах. Проникнуться историей празднования Дня смеха в Одессе посетители выставки смогут в течение недели. Дарья Седоровская, Андрей Лысенко, Новая Одесса. Первое и единственное в мире посольство юмора в Украине открылось сегодня в Одессе в маленьком гостеприимном домике, доме клоунов. Будут разрабатываться специальные визы и не только. Организаторы отмечают, посольство юмора готово предоставлять юмористическое убежище всем, у кого плохое настроение, кто потерял чувство юмора, а также кого съедает тоска и уныние души джаба, преследуют серьезные проблемы или серьезные люди. Первое в мире посольство юмора появится в Одессе по случаю юбилея театра «Дом клоунов» и третьего международного фестиваля клоунов и мимом комедиада. Зеленым туризмом у нас занимаются Карпаты, промышленным туризмом Днепропетровск, секс-туризмом Киев, и Одесса самым благородным юмористическим туризмом. Поэтому в доме клоунов, в этом маленьком доме мы решили открыть первое в мире посольство юмора, посольство в Украине. Заниматься пропагандой юмора и предоставлять убежище людям, которые страдают от каких-то серьезных проблем, от серьезных людей, вообще от всего серьезного. Люди, которые хотят обрести чувство юмора или относиться с юмором к жизни. К юморине готовится и милиция. 1 апреля мобилизуют все силы. В День смеха наш город будут охранять почти 2000 человек, из них 1500 правоохранителей, остальные курсанты Института внутренних дел и морской академии. Поскольку в этот день без горячительных напитков вряд ли обойдутся, тем более что запрета на продажу спиртного нет, контролировать свое состояние придется каждому самостоятельно, иначе есть риск быть оштрафованным. Если граждане, будем говорить, перебрали и начинают нарушать общественные употребления, конечно, вступает в действие, будем говорить, закон, и по всей строгости закона за появление распития в общественном месте он будет привлекаться. Таким мы увидели этот день наши корреспонденты. Информационную картину дня довершит проект «День за 100 секунд». Вы узнаете, что произошло в мире. С понедельника в этой студии для вас будет работать Екатерина Ярская. Я же прощаюсь ровно на неделю. Я желаю вам хорошего настроения. Оставайтесь на Новой Одессе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Страховая компания «Теком» Поступай всегда уверенно!